Всем привет! Какое-то время тому назад мы рассказывали вам о странной истории велосипедиста Степана Григоряна, который принял армянское спортивное гражданство и вместо того, чтобы отстаивать честь страны на международных состязаниях, долгое время воевал с армянским спортивным чиновничеством. Подробно о злоключениях известного спортсмена в Армении мы рассказывали в ролике, ссылка на который появится здесь. Не так давно мы узнали, что у Степана осталось всего несколько дней до получения спортивной лицензии, без которой он не сможет участвовать в чемпионате Европы от Армении, а затем потеряет шансы участвовать в Олимпиаде. В общем, у Степана всё сложно. О том, что происходит у него сейчас, сдвинулся ли с мёртвой точки вопрос о получении лицензии и чем же всё-таки закончится затянувшая история непонятного конфликта со спортивными функционерами Армении, он рассказал нам в этом ролике. А мы очень надеемся, что это видео будет вам интересно, но ещё и поможет спортсмену отстаивать честь Армении на международных состязаниях. Тем более, что, как он признался мне в разговоре, у него есть возможность выступать за другую страну. И мне жаль, что Армения может потерять такого талантливого спортсмена. Здравствуйте, Степан! Рады с вами пообщаться. Ваша история вызвала массу вопросов и различных предположений у наших зрителей. Многие из них сочли, что был какой-то подвох вообще во всём этом, и вы о чём-то не договариваете. Вот и хочется, чтобы мы с вами обо всём об этом поговорили, а зрители сами бы сделали вывод, что здесь не так, и почему такая странная история сложилась у вас в Ереване во взаимоотношениях со спортивными функционерами. В каком году вы приехали в Армению, попытались получить здесь гражданство? Расскажем, да, кто вы и откуда. Здравствуйте, да. Эля, очень приятно было видеть на видео комментарии ваших зрителей. Хочу сказать огромное спасибо. Начну с истории. В 2018 году у моего тренера Рустама Схияна появилась идея, чтобы я выступал в будущем за Армению. До этого я выступал за Армению. И я родился в России, в городе Владимире. Мой отец, ну, отечественный армянин, мои предки из Эрзурума, то есть сейчас находятся на территории Турции. Турции, западная Армения фактически. Да. Большинство моих родственников в Дюмре, у меня много родственников в Армении, большая связь. А вы приезжали, вот до того, как вы вообще приняли это решение, вы здесь бывали с папой? К сожалению, не было такой возможности. И впервые в Армении я оказался в 2018 году. То есть, ну, просто не было такой возможности. И у семьи, и в целом. Не до путешествий. Но папа здесь бывал? Отец, конечно, бывал, да. Отец бывал и не раз. Все свои школьные годы он провел в Дюмре, в Ереване. То есть он из Дюмрии, понятно. Ну, нет, он родился в Грузии. Но фактически все родственники, куда всегда ездил, все ближайшие наши родственники ходили в Дюмре, всегда на каникулы он приезжал в Армению. Ну, вернемся к тому, что вы попадали в гражданство. Да, в 2018 году тренер предложил, в 2019 году я получил гражданство. На тот момент главный тренер в сборной по всей день Армении Армен Язолян решил, ну, что это, как бы, его идея. Никто с этим не противился. Ну, решил так, решил, хорошо. Но вопрос был такой, а где Степан будет готовиться, на каком велосипеде? На этот момент он мне просто пожелал удачи. Хотя по факту, хотя по факту просто был банальный вопрос, это нормально спросить, на каком инвентаре, и куда, и где жить будет спортсмен. Это не вопрос какой-то сверхъестественного. В итоге тренер сборной, главный тренер сборной предложил моему тренеру такую идею, говорит, ну, давай он выступит за Армению в августе на чемпионате Европы. А потом обратно за Россию. Ну, это, как бы, спортивное гражданство – это не перчатки. Его просто так поменять, но это показало очень странным решением. Никто ситуацию конкретно не прокомментировал, но в целом можете увидеть, как бы, ну, можете сами понимать, насколько это странно. Но вас это не остановило, вы все равно приехали в Армению. Меня это не остановило, да, и мой тренер как бы всячески думал, как сделать так, чтобы я продолжил карьеру именно в Армении. Был какой-то долгосрочный план, то есть это не какая-то там однолетняя или двухлетняя программа, фактически был долгосрочный план. Да, я приехал вот в девятнадцатом году уже на сборы, на Сивану, готовился к соревнованиям, получил паспорт. А на Сиване вы жили, вам предоставляли? Не-не-не, никто не ничего. Я жил у друзей моего тренера. Огромное, огромное им спасибо. Вы как-то были зафиксированы, как, я не знаю, это Олимпийский комитет делает, или кто, как спортсмен, который выступает за Армению, как бы, да, это же как-то, наверное, на бумагах тоже закрепляется, или я не права? Не, ну я же на тот момент не выступал. Это все было как бы на... Это было все на словах. В тот момент в восемнадцатом году, когда все начались эти разговоры, я съедел на велотрек, познакомился со всеми. Мой тренер на тот момент мне сказал, что директор велотрека и главный тренер сборной, они все время друг с другом конфликтуют. Говорит, что... Ну и на тот момент я еще никуда не перешел, и люди начали перетягивать одеяло, делись в куры неубитого медведя, так сказать. Меня это очень сильно насторожило. И скорее оттолкнуло от принятия решений. Этот момент меня оттолкнул. То есть мне каждый день звонили, говорили, ну вот, давай ты будешь за нас выступать, ну вот, давай так-то. Говорю, ну хорошо, а условия какие-то есть у вас? Где я буду жить? На каком велосипеде ездить? Никто на этот счет понятного ответа мне не дал. Сейчас я вас прерву. Вам очень понравилось в Армении, да, как бы вам понравилось, я знаю, от многих спортсменов, кстати, слышала, читала, что Армения очень удобная в силу климатических условий, в силу расположения высоты, очень удобна для тренировок, да, как бы. Ну и в принципе вам здесь по-человечески было хорошо, если абстрагироваться от вот этих сложностей взаимоотношений спортивных чиновников с вами и между собой. Да, конечно, понимаете, я очень много где путешествовал по всему миру, и в Армении мне по душе, она мне и сейчас по душе, очень как страна, ну просто которая, вот ты понимаешь, что это твое, и все, ты принимаешь со всем, что есть, и, конечно, да, бывают там сложности, да, но в красоту, носевание, вот эти подъемы, где лежат, я влюбился, и мне очень понравилось. Многие очень прекрасные люди я знаю, я встретил там. Было во что влюбиться, как сказать, в общем, мне очень понравилась природа, для тренировок были, есть условия существования природы, и в целом кухня, мне нравятся традиции. Понимаете, есть природа, есть многие вещи, которые из-за группы лиц я не перестану любить Армению. Ну вот, вернемся к этим специфическим людям, да, отношения, то есть вам сначала очень много всего, то есть пытались что-то пообещать, ничего не сделали, да, пытались сначала вас отправить на чемпионат Европы от Армении, потом вернуться в Россию, и чтобы вообще в это не вложиться, я правильно понимаю? Да, 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 без велосипеда, то есть, ну, без... Я даже не знаю, где было. Когда мы говорили с вами за кадром, вы сказали, что даже допинг-тест для вас хотели сделать за ваши деньги, да, условно говоря, где-то долларов за 300 вам предлагал. Да. Ну, чуть дешевле, да, там, ну, да, там 150 тысяч в рамках, да. Да, собственно, вот Гёзелян, тренер сборной, да, предлагал вам внезапно бесплатный тест за деньги. Да, просто я столько за свою жизнь, я очень много сдавал этих тестов, так как у спортсменов, которые выигрывают часто, мы часто сдаем пробы, это логично, то есть контроль, то есть спорт, но с этим я столкнулся впервые, я позвонил международному комиссару UCI, который мне сказал, что это подстава, что никогда такого в истории не было, чтобы спортсмен платил за этот депрогридовый тест. А вы даже здесь побывали в Олимпийском комитете, где вам тоже сказали, что это бесплатно, да? Да, я побывал в Олимпийском комитете, и буквально как только я вышел из комитета, мне сразу позвонил тренер, сказал, что тест бесплатный. Без какой-либо взаимосвязи, просто говорю, что как есть. Это просто факт, что со мной произошло. Да, когда начали с вами разговор, мне упомянули конкретно, да, о ваших спортивных достижениях. Я просто, их так много, что я боюсь просто в этом во всем потеряться, поэтому хочу, чтобы вы кратко сказали бы о своем рейтинге, собственно, да, и вообще о своих успехах. Ну вот, с 2016 года вхожу в состав сборной России на треке, на шоссе, многократный призер и победитель чемпионатов России в категории элита, призер международных соревнований, имел опыт контракта с зарубежными клубами в Испании, два клуба в Испании, континентальная команда в Голландии, сейчас третий год в отряд идет континентальная команда в Марокко, это все на шоссе. В этом году подписал контракт также с трековым клубом Giant Dijon во Франции. В 2022 году начал заниматься трековым направлением, так как понял, что попасть на Олимпийские игры, ну, что я уже готов, что попасть на Олимпиаду в Париже в 2024 году вполне реально. Квалифицировался, начал участвовать в квалификации на чемпионат мира, в итоге дошел до топа 30-мирового рейтинга, топ-30-мирового рейтинга. Правильно ли я понимаю, что спортсмен вашего уровня в Армении, ну, я имею в виду, конечно, велоспорт, в Армении единственный, это вы? На данный момент, к сожалению, да. Я бы хотел помогать, развивать, помогать, может, тренера в том числе, воспитывать гонщиков, ну, потому что сейчас огромный провал, то есть я когда приезжал на чемпионат в Армении, если я скажу, что я выиграл его там 8 раз, поставил национальный рекорд. Ну, да, это было так, но можно ли этим гордиться? Ну, я скажу, что это просто было, потому что гордиться тем, что здесь нет конкуренции, неправильно. Я могу сказать, что у меня есть там международные победы, там, призеры международных соревнований в Словакии, в Чехии, и очень хорошее выступление в Италии в этом году, там, чемпион Израиля в этом году, то есть этим можно гордиться, это международный уровень, это класс. Продолжение следует... Давайте мы вернемся к вашим взаимоотношениям с людьми, которые заправляют велоспортом в Армении. Что конкретно пошло не так? То есть я уже поняла, что они вам не помогли ничем и никак, но и в чем-то даже помешали. Что вам от них было нужно? Мне нужно было... Какого рода действия, скажи? Просто, чтобы люди выполняли свою работу, которая фактически... Должность, на которой люди находились, просто чтобы они выполняли свою работу без превышения своих... Либо лицензию для начала, которую даются... Да, никто не имеет права не выдавать лицензию. Законодательно это как бы является нарушением... Это как выдать паспорт. Это спортивный паспорт фактически. То есть если я являюсь гражданином, то никто не имеет права решать, давать мне лицензию или нет. Она уже должна у меня быть. Я уже консультировался с многими партийными юристами и могу очень точно на этот вопрос ответить. Дальше я просил, чтобы провели национальный чемпионат ЮСИА. Чемпионат Республики Армения в Омниуме за всю историю даже не ЮСИА не был проведен ни разу. Давайте объясним проще для людей, которые в этой системе координат не находятся. Официальный чемпионат, просто чтобы он был зафиксирован на бумаге. Да, чтобы он был зафиксирован и проведен на том международном уровне, который позволяет Армении себя заявить как игрока вот на этом поле. Да, так как Армения имеет олимпийский велотрек. Согласно правилам ЮСИА, Международного союза велосипедистов, чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно, чтобы гонщики, чтобы страна, у которой есть олимпийский велотрек, проводила хотя бы одно соревнование в году. У нас есть олимпийский велотрек. С момента его построения ни одного соревнования, и вообще с момента современной Армении, ни одного соревнования категории ЮСИА не было проведено. Это свидетельствует о том, что не была проведена работа с точки зрения федерации. То есть федерации не организовали ни один ивент для развития спорта. Понятно. Хорошо, к теме велотрека мы еще вернемся. Значит, по поводу спортивной лицензии. Вам ее тупо не дали? Нет, нет, нет. Мне задерживали, говорили, что нужно сдать допинг-тест. Да, сначала платный, потом внезапно бесплатный. Вы его сдали, а лицензия... Нет, мне... Когда я пришел в Олимпийский стигментет, мне сказали, что выдача лицензии... Ну, мне тогда нужно торопиться было. Я хотел на гонку в Грецию успеть и в Данию. У меня были приглашения. Я сам отправил организаторам приглашения, они мне прислали. Так как секретарь федерации сказал, что он не мой личный секретарь, никаких приглашений он не будет рассылать, только на чемпионат Европы я сказал. Ну, я тогда все сам сделаю без проблем. Я попросил, спросил представителя антидопингового агентства, что выдача лицензии связана с антидопинговым тестом. Он говорит, никак не связана. Вы можете сдать тест. Вам выдадут лицензию, а потом можете сдать тест. Я сказал, хорошо. С этими словами я пришел к тренеру. Мне в итоге почти месяц выдавали лицензию вместо пяти минут. В итоге, когда я просто пришел, он позвонил секретарю, и тот мне через пять минут выдал лицензию. Но это было очень странно. А хорошо. А сейчас с точки зрения документов, в чем у вас проблема? Лицензия выдается на один год. Календарный год закончился. Она закончилась. Да, 31 декабря. То есть я провел гонку в Португалии 18 декабря. И вот провел гонку в Португалии 18 декабря. И получается 6 января я должен быть в Себастье, и я пропустил гонку в Испании. В Португалии меня ждали. Вот он даже вам фотографию прислал, где мой бокс. Меня ждали организаторы, так как я проехал, отобрался в финал, и боролся. Но вы не смогли участвовать, потому что лицензия стекла, да? Да, стекла, лицензия, да. Хорошо. Что мы имеем на сегодняшний день? У меня нет связи с Федерацией. Я писал секретарю Федерации, он пишет, что свяжись с Арменом, это было не тренеру. Армен не берет трубки, не от меня, не от моего тренера. Я говорю, дай мне контакт с Федерацией. У вас есть вообще в Федерации контакт, с кем можно созвониться? Кто-то работает вообще. На этот вопрос он мне ничего не ответил. Просто прочитал сообщение, и все. Я сделал официальные запросы на e-mail также. Сейчас я связался с UCI. Они мне выдали лицензию, где будет написано Армения, но выдана она будет Международной организацией UCI. Ну, я просто до последнего не хотел, чтобы моя лицензия была выдана не Армении. А там еще как-то заместитель министра спорта, да, задействована в этом вообще? Да, заместитель министра спорта, с ним история очень простая, как Карен Елэн. В декабре созвонили с моим тренером, он сказал, что вот мой тренер говорит, вот спортсмен планирует перейти там. Ну, конкретно не было запланировано когда, но говорит, вот планирует перейти там. Такие-то вот и мои планы, пока мы готовимся. Вот в составе сборной России он такой, вот отлично, вот будем ждать такого-то спортсмена, да, мы готовы дать ему такой-то инвентарь, допустим, у меня там надо 4 велосипеда, ну, вот мы один велосипед там готовы за 10 долларов купить. А по итогу? Ничего. По итогу я встретился с министром спорта в марте. Заместителем министра? Заместителем министра Кареном Елоянов, да. Встретился, он сказал, что да, вот все, отлично, давай, кто у нас там в велосипеде курирует? Так, Армен Диазолян, главный тренер сборной, давайте его позовем. Позвал его. И началась канитель с того, что главный тренер просто сказал, ну, Степан, если ты отберешься на чемпионат мира, то, значит, я уйду с полста главного тренера. Он, кстати, уже уходил один раз, но, правда, сильно до вас. В 2017 году он подал в отставку. Уж не знаю, видимо, он тоже дал обещание и в тот раз сдержал. Что-то пошло не так, и он ушел. Оказался какой-то незаменимый человек. Он вот, пожалуйста, въехал на белом коне буквально обратно на эту же должность. И сейчас строят велошколу непонятно вопрос, как бы нет такого количества людей, чтобы строить велошколу. Нужно организовывать соревнования. Нужно не два соревнования в году делать, а как бы выезжать на международный уровень. Проводить между... Ну, если не можете выезжать на международный уровень, то проведите соревнования внутри страны. У нас есть велотрек прекрасный. Ну, давайте его делать. Давайте развиваться. Ну, Геозолян сказал... Сейчас, вот секунду, мне тот момент интересен. Геозолян сказал, что если вы там куда-то там пройдете, да, на какой чемпионат? На чемпионат Европы, если вы... Чемпионат мира. На чемпионат мира. На чемпионат мира, но подаст в отставку. Да, на чемпионат Европы вплоть до самого чемпионата Европы, до августа он был уверен и ввел в грудь о том, что на чемпионат Европы нужно отбираться. Я ему говорю, товарищ Армен, на... Это не так. Это не нужно. Ну, то есть на чемпионат Европы нет отбора. Это как чемпионат Азии, чемпионат Африки. Просто страны с континентов, это чемпионат континента. Страны, континенты, которым принадлежат, выступают и квалифицируются на чемпионат мира. Теперь куда же вы прошли, после чего он должен был в отставку попадать? Так, в итоге я попал на последний кубок мира, Колумбию, поехал за свой счет, попал в финал чемпионата Европы, выступил, то есть показал там 16 место, то есть среди всех стран Европы. Велоспорт – это европейский спорт фактически, то есть в основном все победители – это, как правило, европейцы. В общем, в итоге я к чему кланю? Я кланю к тому, что мы должны ждать отставки. Я отобрался, да. Я прошел в Эйкин, а меня просто не заявили на чемпионат мира. Я был в составе… Ну что-то… Да. Я был в составе, как бы, там есть отбор, я был в составе резерва. Из-за резерва я был, потому что чемпионат Республики Армения не провели официально. Из-за этого, ну, который я, разумеется, выиграл, из-за этого по 100 очков я недополучил. Да, понятно. И главное условие было, что нужно провести чемпионат в течение года. Они этого не сделали. Я их просил об этом весь год. Всю федерацию. Ну, во-первых, я хочу спросить, а вот ваш близкий, да, вот ваш папа, он не удивлен, что вот в Армении с вами так поступили? Вы вообще это обсуждаете дома? Да, да, обсуждаю. Конечно, его эта ситуация беспокоит. Он переживает очень сильно. И, да, он очень сильно переживает. В том числе мои родственники в Армении. Давайте мы вот так вот, значит, обсудим вот то, что важно. У нас осталось мало времени. Что сейчас, да? Вот я так понимаю, ситуация, когда вам нужно до 27 числа получить лицензию, правильно? Да, мне нужно подать заявку в комитет Европейской ассоциации УЕЦ на Омниум на соревнованиях. Подать заявку на соревнования до 27 января. То есть у вас фактически Олимпиада на кону, правильно? Да, потому что это последний чемпионат Европы. Да, это последний чемпионат Европы перед алимпийскими играми. Это на кону чемпионата. И я думаю, что амбиции тренера не должны влиять на всю эту ситуацию. Я могу так сказать, что я прощаю главного тренера в том, что он заявил такие слова, что действительно он откажется от звания главного тренера. Я его прощаю за то, что он так может быть. Но вы хотите с ним поговорить по-мужски? Конечно. Чтобы он вышел на разговор. Конечно. Потому что, когда стоят приоритет страны, не нужно ставить какие-то вот эти все амбиции. Нужно идти и работать просто. Идти работать и показывать свой класс. И от этого всем только будет лучше. Никто никогда не хотел изначально, я не хотел ни встать, ни на его место. У меня не было таких целей. Да, я поняла. И не занять чье-то место. Моя цель была просто выступать, представлять страну. Вы обратились в итоге к премьер-министру страны Николу Пашняну. Написали письмо. Да. Вам ответили? Мне ответили секретариат заместителя министра спорта в том, что они обратились в Федерацию велоспорта. И, соответственно... То есть сверху администрация послала письмо обратно вниз, да, как бы? Да, да. Не стали разбираться в проблеме. Видимо, на автомате. Ну, да. Разумеется, ответ от Федерации оставляет желать лучшего, потому что были факты, которые можно назвать клеветой. Ну, то есть они были неправдивы. Я за эту Федерацию тоже прощаю, потому что... Ну, потому что, как бы, кто-то должен в конфликте, так сказать, разрешить эту всю ситуацию. И... Хорошо, понятно. Да. Но... Еще... Я просто хочу... Если факты клеветы, я могу перечислить без проблем, но документы, все я вам прислал, в принципе, вы можете их в открытый доступ выложить, и все могут снять на кухню. Да. Мы что-то покажем. Ну, как бы, из нашего общения у меня создалось впечатление, что все вот эти вот ситуации, да, это такое сидение на денежных потоках спортивных функционеров, да, в том числе Гюзоляна, Ашута Хачатряна, который, так сказать, возглавляет школу Олимпийского резерва и Велотрек. В общем, я просто не знаю имен всех причастных, как бы. Вы мне рассказывали, что Велотрек в Ереване, который отремонтировала прекрасная итальянская фирма, да, руками немецкого дизайнера, что он, как военный объект, туда невозможно попасть, так его хорошо охраняют. Мало того, я сейчас вот договорю, слышала о какой-то совершенно криминальной истории, когда, так сказать, человек Антониана, он входит в совет старейшин, это мэрия Армении, мэрия Еревана, прошу прощения, когда на него было совершено покушение, а он имеет отношение к любительской федерации велоспорта, да, и он хотел школу открыть, и эта школа как бы входила в конкуренцию со школой Олимпийского резерва. Ничего не хочу сказать, но совершенно внезапно, когда все это началось, в квартиру к Антониану ворвались с ножами людей в масках, которые не только его покалечили, но и его престарелого отца. И самое интересное, что по этому делу идет дело, по нему есть подозреваемые, но никаких имен, несмотря на то, что Антониан человек достаточно высокопоставленный, так и нет. Все это я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, насколько эта сфера криминализирована. Деньги крутятся большие, и, по-моему, их просто все время самозабвенно, так сказать, делят, а, собственно, до спорта никому-то дела и нет. Вот теперь, слушаем мои длинные реплики, да, как бы ваши впечатления от велотрека. Ситуация, да, это произошло еще до меня. Многие знают причину конфликта и тому подобное, но я на данный момент к ней не имею отношения. Я бы очень хотел, чтобы она разрешилась. Но вы в итоге так и не попали на велотрек, правильно? На велотрек я попал один единственный раз, когда про меня снимали сюжеты, но я добивался этого очень долго, нужно было согласовать все, хотя на тот момент я уже восемь раз выиграл чемпионат Армении и поставил национальный рекорд, но очень странно, что такому спортсмену нельзя... Выиграл чемпионат Израиля, ну, разумеется, об этом ни социальные сети, ни велошколы, ни велотрека не написали. Но это как бы не способствует кольку реализации спорта. Насчет велотрека, ну, туда не попасть, да, там стоит охранник, там стоит ворота, хотя должно быть все наоборот, потому что во всем мире я вот сколько в Португалии сейчас был, в Испании был, увидел велотрек, во Франции, все открыто, люди приходите, смотрите, как дети занимаются, как спортсмены профессиональные выступают, тренируются на любую открытую тренировку. У нас осталась минута где-то, если вы хотите что-то сказать нашим зрителям или своим оппонентам, вот, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что если... Ну, я все-таки верю в справедливость, и любую ситуацию можно разрешить, и Армения маленькая страна, и давайте попробуем ее улучшать и делать все возможное, чтобы она была представлена на мировом уровне, и качество жизни улучшать в стране косвенно или прямо, и заботиться о нашей маленькой исторической роли. И не сводить счеты, да, и... Конечно. Это же моя ремарка. Да, это не должно быть. Да. И не пытаться к чужому успеху как-то активно иметь отношение, да, просто что-то делать для своей страны. Ну, наше время истекло, сказали, сколько успели, хотя могли побольше. Спасибо вам. Я желаю, чтобы ваша ситуация наконец-то как-то разрешилась положительно. Да, все будет хорошо, да. Спасибо большое. Очень, у вас очень прекрасный канал. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok